сам павел кузнецов иногда поднимает олимпийский чемпион я камеру не выключал я обязательно ставлю когда мы поднимаем штампу с помостка мы выпрямляем ноги видишь уже какая разница и вот я подошел до касания грифа ногами ты видишь насколько получается на крик она конкретно в одну и ту же точку кладется и поэтому если ты поднимаешь на три раза ты представляешь после двух как ты от нее отбежал грубо говоря и она уже находится далеко впереди тебя вот да груди накрывай на из-за спины опаздываешь вот лучше это круг руки прямые лучше было руки меньше уже работают отрывают побольше спины назад отрываешь бросай спиной надо работать значительно значительно спиной стоишь и когда ты бьешь ты спиной бэм дорабатываешь вот этот удар не просто подвел еще сюда бам ударил и все и дальше руки пошли вот так в положении кривого ты вот подбив сделал и бэм заканчиваешь его спином помогаешь себе тянуть руки туда тянешь это же не просто ты сделал ногами движение ноги отдельно руки отдельно спина стоит да бам сделал и вот они пошли и ты чуть-чуть выпрямляешь нет ты во первых для того чтобы резко выполнить спиной ты ногами ты спиной помогаешь вот я выпрямляю спину видишь у меня ноги выпрямляют потому что это такие ну движение сопутствующие скажем так вот я резко спиной сделал и вижу мне многие это я не мышцы не ног резко сделал это я спиной помог его спиной помогает делать резко это движение и для того чтобы пошли руки на свет мы не руки должны подключать а спиной задавать движение и потом уже идут руки сбоку смотри тут не обязательно смотри так другая не другая тут самое главное у нас сейчас работают другим на над подрывом вот принимаю сходе положение делаю подбив спиной видишь подвели 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 стебель свой зимой спиной когда делаю мне либо в руки там даже медленно я ухожу вообще не напрягаем медленно 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 понимают там стиль на все создано еще резче спиной чуть назад вот теперь контролируй пятки нет опять дергаешься вверх ногами руками бьешь руки прямые никаких никаких лишних движений вот сейчас было хорошо без рук когда мы делаем без разброса спина работы гораздо значительнее чем в обычном рывке потому что тут встречается работа чуть-чуть работу ног ты когда сейчас поднимаешь и вот поднялся вот до этого положения спины ты сделал подрыв и ушел а руки в этот момент идут ты сделал идут а нужно как тебе рассказывал одновременно для того чтобы получилось одновременно тебе нужно добавить и добавить и в подрыв сюда и и в тот момент она уходишь чик ловишь у тебя должны быть одновременные грубо говоря касание касание вот этих виртуальных позиций твоего тела раз и фиксацию вот ты сделал сделал у видишь многие руки одновременно чик вот они стали не так что там раз и руки идут такой быть не важно тем более с маленьким весом который ты можешь проконтролировать и который как раз поможет тебе вот именно кондиционно почувствовать движение потому что с большим весом ты так не сможешь корректировать подъем да еще можно спину банка ты не ныряй нет хорошо конечно но я тебе спиной назад чуть-чуть побольше прогнись назад чуть-чуть побольше посмотри делаю обычную без разброс видишь как она работает больше амплитуднее назад обратил внимание на разницу так же надо тебе ну неплохо давай в стену назад вот что не было хоть и рядом побольше подлить нет ну да только речь вниз вот одновременную фиксацию вверх-вниз вот пониже сетку сейчас вес будем увеличить по три раза все смотри небольшие ошибки колени ставим бой не колени а ноги ставишь вот так подходишь и вот так наклоняешься а тебе нужно когда делаем выше колен особенно ноги подводим под гриф конкретно под гриф ставим не уже не смотрим как мы на старте с грифом что там на середине стопы так было дальше толчок прям подходим конкретно ставим ноги под гриф потому что мы когда наклоняемся видишь вот я вот я сейчас стою у меня ноги касаются грифа я наклон сделал и все и ноги ушли от грифа это первое а гриф он должен скользить вдоль ног это оптимально следующая ошибка ты когда принимаешь исходное положение ну ты даже вот смотрю например вот я тебе сейчас объяснил свое касание ног а принял исходное положение вот если я сейчас тренировался я употребил бы еще больше то есть вот принимаешь исходное положение так чтобы у тебя гриф лежал на бедах ну можно чуть-чуть отвести сейчас посмотрим потому что движение очень короткое вот совершенно и тут тебе надо либо подбив конкретно делать то есть отводить назад бедра и бить а у тебя может не получить сейчас будем экспериментировать смотри с этим ладно закончили не буду загрузить дальше принимаем когда исходное положение ты его принимаешь так же как когда поднимаешь самос то есть создаешь небольшой накрыв плечами то есть только у тебя получается вот такая вот небольшой накрытие и получается спина видишь как вертикально находится а вспомни когда мы понимаем что в этом положении какое у нас положение вот когда мы поднимаем штампа с помозка мы выпрямляем ноги видишь уже такая разница и вот я подошел до касания грифа ногами ты видишь насколько получается на крыль и поэтому я всегда ребятам объясняю когда вы делаете свиста выше колен вы контролируете себя не по нагреву плечами а вы должны накрывать как бы грудью вы должны понимать что гриф проекция гриф вот она ведет нигде плечи а вот то есть вот ты подошел глубоко по 3 принял исходное положение и вот стоит не вот так а вот это нужно для чего для того чтобы у тебя здесь очень маленькая работа ногами и когда ты сейчас вытренишься чтобы у тебя была еще дополнительная какая-то работа спиной потому что если ты будешь банн это у тебя ни ногами ничего не будет получаться не спиной будет колебаться техника во-первых она изначально уже будет неправильно а и ты сам вышью еще и закрепляет получается ты отходишь от вот этой модели правильной техники и уже работаешь неправильном направлении видишь руки опаздывают вот еще речь можно вот хорошо следи когда ты ну есть такой момент что когда ты ну не контролируешь да опускание штанги и сам свой подъем тот сделал и чуть-чуть отрыгнул да и чуть-чуть отрыгнул а штангу все время ставишь она мы поднимаем сейчас не на полу на ровную где-то опустил там она стоит ты опускаешь на плиты видишь у нее изогнутая поверхность то есть она конкретно в одну и ту же точку кладется и поэтому если ты поднимаешь на три раза то представляешь после двух как ты и она уже находится далеко впереди тебя это хорошо поэтому ты всегда вот сделал опустим чувствуешь ноги не касается сделал есть немножко отрыгнул бросил старайся чувствует чтобы исходное положение всегда все ошибки все ошибки но как ну я буду это долго придумать какой пример просто как тебя из воды положению как ты делаешь исходное положение отсюда все и устраиваете если оно темно неправильное углы неправильное положение ног неправильное знаете и все остановить его неправильно ты начнешь там какие-то там не заработано компенсирует спину и наоборот а нам нужно чтобы все было четко это же видовская тяжелоатлетик школа видовской тяжелоатлетики приходите к нам на семинары открытые тренировки бесплатные спиной надо поддавать спиной назад больше нет тут уже руки блин вообще много не надо по три-четыре раза тоже 4 сделал вот сейчас было хорошо до этого какие-то дурацкие там дополнительные движения получают как раз кстати они которые вот эти ошибки которые классическом движении когда мы готовились к соревнованиям вот как раз они же и проявляют все трудные мы и спиной работаем больше далеко от вот и же обеден гриб повыше подрыв повыше последний раз нет уже жмешь руками спиной не не подкидываешь ногами конечно это не получится надо просто выпрямлять ноги и все ты стараешься подкидывать и больше накрыть больше накрыть грудь открывай и и и больше накрыть на стартник ну так работать с этим вес последний еще не не акцентирует на внимание все на спине со старта ты стараешься уже со старта фигачить спиной а тебе нужно же выгониться еще и ты сначала выгонись а потом уже фигачить спиной работа грудью накрывай из-за спины опаздываешь вот лучше только руки прямые лучше было руки меньше уже работают у тебя еще остался такой момент помнишь я тебе говорил когда ты сюда проводишь подвел ты вместо отведения ног подвела делаешь наоборот подсек ты сюда подвел и делаешь подсеку подвел и делаешь такой подсек а нам нужно подвел поддал ее подвел поддал ее вот такое движение нужно и это все равно что знаешь я прыгаю из глубокого сега у меня получается какое движение плавное все вверх у меня же нет никаких вот таких движений в разные стороны так же здесь в статусу ты взялся и у тебя все должно только выпрямляться все должно только выпрямляться выпрямляются ноги спине опрямляют единственное какое движение мы еще дополнительно создаем это вот горизонтальное горизонтальное движение. Но оно у тебя уже отработано, сознательно уже тебе его включать не надо Я тебе просто объясняю, что единственное, какое движение ты делаешь, это тот подбив. То есть, когда мы сюда подвели, бэм, поддаешь ее сюда, поддаешь ее сюда. А так, если посмотреть со стороны, у тебя должно быть полностью одно слитное движение, только вверх. Вот, руки прямые, бэм, ты взорвался, бэм, в одну, взорвался в одну. А у тебя и руки сгибаются, и вот ноги еще остаются в дополнительном таком движении, которое я тебе показал, пока ошибка. Руки работали, прямые руки дел, выверни локти. Нет, но ногами теперь. Просто выпрямляйся вверх. Нет.